Всем привет, всем добрый день. Я здесь подготавливаю свою видеостудию, чтобы встретиться с вами. Девочки, у меня знаете, какие планы. Я сегодня хочу заделать пирог в духовке с фаршем и с капустой квашеной. Лук, капусту, фарш пережарю. В принципе, можно даже фарш не жарить, но я, наверное, пережарю вместе с фаршем. И тесто хочу сделать на кефире. Такой простой, припростой вариант. У меня просто есть кефир, который надо использовать. Вначале сделаю тесто, потом тесто дам немножко постоять. И в это время, пока тесто мое будет стоять, я в это время сделаю начинку. Ну, в общем, что-то я сегодня думала. Думала, что же мне приготовить, поесть. И придумала. Такой пирог любят все. С капустой, с мясом, с картошкой. Сначала хотела сделать с картошкой. А потом вспомнила, у меня та картошка, которая Мерех называется, да, в Германии, которая хорошо разваривается, у меня закончилась. Я ее вчера последнюю всю в суп счистила, когда варила. Ну, вот этот вот вермишелевый супчик вчера. Кстати, ушел на ура. Его было мало. И он весь съелся просто-напросто моментально. Очень быстро. И дети с большим аппетитом поели. Ну, знаете, они такое едят, как ни странно. Чтобы картошка у меня, это закончилось, осталась у меня другая картошка. Там в домике лежит, которая, ну, такая более твердая, которая лучше использовать для салатов. Поэтому я решила сделать с капустой квашеной и с фаршем. Так, для начала будем делать тесто. Я не подготовила яйцо. Ну, ладно, сейчас я это быстренько. Тесто я буду замешивать в термомиксе. Все очень быстро и просто. Так, ну, конечно, на пиво мне тоже не хватит. Короче, я сейчас все подготовлю, чтобы потом здесь не бегать. И встречусь с вами еще раз. Так, соль, сахар, разрыхлитель. Сейчас я все достану, по всем своим шкафчикам полазим. Подготовлюсь и потом к вам подсоединюсь. Ну, все, вроде бы все подготовила. Знаете, никогда не могла найти вот эту ниточку. А сегодня прям потянула, и она у меня сразу потянулась. Вот постоянно, вот сколько я уже открывала муки, которая непосредственно сменится. У нас вот такая вот мука продается в нашем реле. Это мука с нашего региона. И еще скоро мне придет посылка из Кореи. И там будет заказ одной моей девочки, которая мне купила 25 килограмм муки на мельнице. И мы пойдем с ней встречаться, чтобы передать товар друг другу. Я ей корейский, а мне муку. И как раз-таки я вам потом покажу, какую муку для хлеба я покупаю на мельнице. Но мне покупают, я сама лично еще не покупала. Так, что же нам надо? Чайная ложка соли. Я вообще запоминаю рецепт, я его прописывать не буду. А то, знаете, у меня получается так, я показала вчера, прям специально показала баночку с морковкой. Специально показала, что я жидкость слила, этот маринад с морковки. Меня спрашивают, а какую морковку брали? Корейскую? Но потом девочка, правда, извинилась, говорит, просмотрела. Я понимаю, что просмотреть можно. Особенно, когда смотришь на перемотки, то можно рассмотреть. Две чайные ложечки сахара. У меня уже вот эти дозы, да, вот они еще в таком хорошем состоянии. Они, ну, как бы сами вот эти вот контейнеры, да, практически новые. А вот эти вот крышки уже очень много где не работают. Я не знаю, почему так делать. Интересно, можно крышки отдельно заказать, чтобы еще эти дозы в контейнерах не заказывать? Так, соль положила, одно яйцо, сахар добавила. Одно яйцо. Так, кефир. 500 миллилитров. Мне как раз надо кефир использовать. Ой, ой, нет, нормально. Я думала, что мне еще кефир перелила немножко, ну ладно. Если что, добавлю муки. В общем, 500 миллилитров кефира. Пакетик разрыхлителя. Так, и... Муки 800 грамм. Я сразу из пакета добавлю, чтобы потом... Ну, и сразу потом свою... Свой контейнер для муки заполню. Заполню. 800 грамм муки и 90 грамм растительного масла. Можете сделать пополам половину сливочного, половину растительного. У меня будет только растительное. Все. Закрываю. Две минуты колосок. Тесто готово. Мне кажется, мне даже не надо сюда больше муки добавлять. Я же немножко перелила кефиром. Буквально 17 грамм было больше кефира. Так. Немножко муки. Девочки, кто пользуется вот такой штучкой, очень удобная и дешевая. 5 евро она, по-моему, всегда стоит. Все, смотрите, как быстренько тесто я вытащила. Так. Все, сейчас тесто оставлю полежать. И тем временем займусь начинкой. Сабрина убирается. Сабрина сегодня дома. Она решила убраться. Ну, думаю, пусть убирается, пока есть желание поубираться. Ну, пусть поубирается. Чем она там убирается наверху. Я здесь кашеваю. Знаете, что ей просто не повезло. Она говорит, мама, я не люблю убираться, ну, чтобы музыка не играла. Я говорю, подожди. Сейчас еще немножко. Тесто, ну, пирог поставлю в духовку. И пока будет пирог у меня выпекаться. Смотрите. Тесто, оно мягкое, не липнет к рукам. Ну, я только не считаю, потому что я ее вытаскивала тесто. Вообще, термомикс идеальная вещь. Вот я прям очень им довольна тем, что им можно очень быстро вымешать любое тесто. Прям, ну, намного быстрее, например, если это делать даже в китчингейт. Ну, вот, в миксере. Все, сейчас закрою пленочкой. И оно у меня будет здесь немножко отдыхать. Знаете, форма, говорю, 28 сантиметров. На 42, по-моему. Когда готовлю вот именно в этой форме, всегда говорю размер... Меня всегда спрашивают, а какой размер формы? Смазала растительным маслом, но это я так сразу же, чтобы подготовить лист. Сейчас буду делать начинку. Знаете, девочки, что хотела? Меня мучает вопрос один. Меня прям мучает один такой вопрос. Вот на семинаре произошел. Когда мы там знакомились, все вместе, ну, с одной группой мы уже, например, познакомились, зашли в зал, другая группа уже заняла нам места и сидели на своих местах. И вот, ну, мы часто встречаемся на зумах. В принципе, кого как зовут, ну, кто постоянно ходит на зумы, кого как зовут и кто как выглядит, я, в принципе, знала. И здесь я, значит, из Миши впереди меня сидит женщина, которую я знаю по зуму. Я ее раз так по плечу, она поворачивается, я ей называю имя, говорю привет. Она на меня так смотрит, но я ей говорю, я Татьяна Вась. Она, короче, у нее была такая реакция, она, да, правда, вот, знаете, такая какая-то неожиданная. Она, ой, да, да, все, привет. Я, короче, вот эту реакцию не поняла. Я сразу не спросила у нее, ну, в чем же была ее реакция, потому что там сразу уже началось, ну, начался семинар, уже были приветствия, и вот меня теперь уже третий день мучает. Я вчера вечером хотела ей написать в личные сообщения. Такое, типа, мне твоя реакция была очень, ну, непонятно, к примеру, да, ну, правда, какая-то, у нее было то ли разочарование, то ли удивление. Короче, я не поняла. И меня вот это вот мучает. Просто она что-то там про фотографию сказала вскользь. Я обычно, когда какой-либо эфир, я не выхожу вот так вот, как с вами, ну, вот как в эфир. У меня там есть фотографии, и я камеру очень редко открываю, когда меня что-либо спрашивают. А если меня никто ни о чем не спрашивает, я, ну, камеру не открываю. И звук у меня тоже всегда выключен, потому что я, ну, не встреваю разговор, я не встреваю в этот вот, ну, когда кто-то что-то говорит, рассказывает, ну, в общем, я не встреваю. Если у меня есть какой-либо вопрос, я пишу. Я не знаю почему. С вами я здесь разговариваю как нормально, а вот когда зуб идет, в общем, для меня проще вопрос мой написать, чтобы мне его ответили. очень редко я спрашиваю на камеру свой вопрос, который меня интересует. И в общем, что я хотела у вас спросить. Я вот чем бы мне масло буду жарить на топленом масле. И вот я хотела у вас спросить. Или оставить эту ситуацию уже просто так и забыть про нее, чтобы она меня больше не мучила. Или все-таки или все-таки спросить у человека, почему у него была такая реакция, какая-то, ну, непонятная для меня. То ли, ну, я сказала, то ли разочарование, то ли удивление. В общем, я не знаю, как правильно понять ее реакцию. В общем, жду ваших комментариев. Спросить мне или оставить так, как есть. Так. Сейчас обжарю фарш. Фарш у меня свина говяжий, кажется, да. Свин говяжий. И я сейчас его обжарю. Мне сейчас масло растопится. Ну, и потом все, как всегда, специи, те, которые я люблю. А люблю я только черный перец. У меня все просто. Соль и черный перец. Остальное я как-то, ну, вот эти всякие другие травы, травы, пряности, ну, скажем, не очень. Как фарш будет у меня готов, я немножко обжарю фарш с моей капустой. Здесь у меня капуста такая вкусная. И грузящая. Прям жалко, что эта банка тоже скоро закончится. Это уже вторая. Потом придется еще делать капусту. Ну, потом, наверное, если еще надумаю еще раз делать капусту, куплю в русском магазине по вашему рекомендации. Да, эта капуста не сильно сочная, но, в принципе, ей хватает. Она выглядит хорошо, она вверху не сохнет, не плеснеет, в общем, ничего. Так, обжариваем фарш. Садрина уже сегодня с утра съездила в Битерай и купила булочки с перцем. Они прям очень вкусные. Я прям с таким большим удовольствием съела булочку. Но в этот раз они больше посолены и не такие острые. Так, у меня Жорка хочет на улицу, по-моему. Вот, не такие остренькие они от перца. Ум, вот очень вкусные. Так, Жорик, стой. Сейчас открою дверь. Обжариваем фарш. Черный перец. закончился. Надо посмотреть, если у меня еще в наличии соль. Кто-то мне там вчера про соль написал, я так и не поняла, как будто бы я что-то пересолила. Я вроде бы вчера ничего не пересолила. Я вчера даже не добавляла соль. Кстати, салат ушел на ураг. Даже Карина поела. Карина у нас обычно такое что-нибудь это я не ем так поздно. Там, там, типа майонез или еще что-то. А это даже прям Карина поела. И что, вчера один салат улетел. Фабрина уже приехала, наверное, домой. Не знаю, наверное, полдевятого с работы. Приехала такая уставшая, говорит, ой, я там целый час в магазин еще пылесосила. Я вновь как-то хотела. У нас же нет такого, что там кто-то техничкой работает, кто-то продавцом, кто-то кассиром. Как-то так. Все потом вместе в магазин закрывают и убираются в магазине. Ну, по крайней мере, у Сабрины так. Так, добавляю лук. Сабринка тоже поела салат. Сказала, а из чего это был салат? А я говорю, а что? Она говорит, вкусный. Я говорю, сердечки куриные. Она, а, ну, еще у нас Сабрина такое любит. Сердечки, печень. Вот, когда я дома печень готовлю, ем ям и Сабрина. Володя печень не ест. А вот, если там легкая пожарь, помните, он когда барану покупал в прошлый раз, там были вот эти вот внутренности. Легкая была. Я даже не прикоснулась. Я ему только пожарила, даже пробовать не стала. Я не знаю, я такое не люблю. Печень с удовольствием, а вот легкие никогда. Я знаю, что раньше у нас продавались всякие вот такие, я не знаю, как они назывались, субпродукты или как оно называлось. Печень у нас мама покупала, легкие никогда, сердца тоже мы не покупали никогда, поэтому у меня вчера был такой вопрос, а чем отличается куриное яйцо, куриное сердечко от свиного или от говяжьего, не знаю, не пробовала, только куриные сердечки пробовала, больше ничего. Сабрина там убирается и говорит, а можно, говорит, я буду, не, не так, она говорит, если я буду мебель переставлять, там будет слышно у тебя, ты же, говорит, снимаешь, как долго ты же снимать будешь? Я говорю, ну подожди, пока гул пирог в духовку не поставлю. Она говорит, я, я говорю, а что ты хотела, пылесосить или что? Она говорит, нет мебель переставлять. Это у нас Сабрина такая, между прочим, у меня мама такая же была, она постоянно переставляла мебель, причем сама, одна. А вот я, например, вот этим вот заниматься ужасно не люблю. Вот мне как поставили мебель, вот как поставила сразу, меня все устраивает, я переделывать, но переставлять мебель не люблю. Я могу только отодвинуть, там убрать, за вот какой-нибудь там тумбочкой помыть и поставить ее на то же самое место. В общем, как там у вас обстоят дела? Вы любите переставлять мебель? Я хотя знаю одну женщину у нас на работе, я с ней работала. Вот она тоже любитель переставлять мебель. Она иногда утром к 8 часам на работу, к 7 часам на работу придет и говорит, ой, я уже там убралась, уже мебель переставила, ой, я там в зале мебель переставила, думаю, блин, как можно еще с утра еще убраться, еще и мебель переставить. Ну, я говорю, это точно не для меня. Я не люблю такие перемены. Сейчас вот хорошо обжарится лучок, добавлю капусту и будет вкусно на соль попробовать. Нормально, у меня же еще капуста соленая будет. Вот теперь точно, чтобы не пересолить. У нас у меня вот лучок так обжарился, я сейчас буду добавлять капусту. Я свою капусту не промываю. Она у меня нормальная, не перекисшая, не сильно пересоленная, ну, очень нормальная. Еще бы вытащить его поаккуратнее. И очень хрустящая. Девочки, начинки много не бывает. Правильно? Девочки, как вариант такой капусте картошечка, пюре, тоже будет вкусненько, правда же? Кстати, который перец у меня горошком попался, ну, от из капусты, я его не вытаскиваю. У меня Карина прям очень любит, когда такой перец попадается. Она прям выискивает вот такой вот именно перец. Начинка готова. Все, занимаемся тестом. Кто там к нам пришел? Приготовила кунжут, яйцо, добавила немножко молока. Так. Тесто полежало. Беру тесто на низ и кусочек наверх. Чуть мало, наверное, много, наверное, побольше. вот так. Это мы будем сверху закрывать, а это сейчас будем распределять. Добавляю начинку. Она у меня еще горячая. Я постараюсь ее всю сюда вместить. если я делаю такие пироги с картошкой и с мясом, я еще добавляю сливочное масло. А здесь, так как я это все уже жарила на топленом масле, я добавлять не буду. Сливочное масло. раскатываем раскатываем пласт. Я уже включила духовку. Верх-низ на 200 градусов. Все, закрываю сверху. и нижний вот так поднимаю и сверху защипываю. Когда тесто хорошо полежит, оно такое хорошее, эластичное. вот такой вот пирог у меня получился. Смазываем яйцом. посыпаю черным кудрутом. И отправляю в духовку при температуре 200 градусов минут на 40. Вот такой у меня румяный пирог получился. 40 минут у меня стоял в духовке. Здесь у меня соленая вода. Просто так немножко вот прям можно было полотенце намочить. Можно и так немножко смазываем соленой соленой водой слышите как скворчиты. Накрываем полотенцем и оставляем минут на 10 постоять отдохнуть. прошло 10 минут. посмотрите. Сейчас сделаю горячий чай с сахаром. Вот только в единственном случае я пью чай с сахаром. Черный чай можно с молоком. Но в этом сейчас без молока именно если я делаю пирожки беляши что я делаю крайне редко и вот такие пироги с картошкой с мясом или с мясом с капустой. Только в этих случаях я пью со сладким чаем. Всем приятного аппетита. На сегодня буду с вами прощаться. Всем пока-пока и до завтра мои хорошие. Поехали.